Кот, давай с первого вопроса по порядку от тебя скинул все его вопросы. Итак, ну что, сегодня мы поговорим, как и было заявлено, про белорусскую экономику со времен начала независимости и до наших дней. Итак, первый наш вопрос, который хотели бы обсудить, это кризис 1991-1995 годов. Какие там основные проявления были этого кризиса? Тут имеется информация у нас такая, что основными проявлениями кризиса стали спад производства, сокращение инвестиций в основной капитал, рост инфляции, падение жизненного уровня населения, рост безработицы, рост внешней задолженности. Ну, в общем, расскажи об этом. И дополнительно, с 1991-го обвал и падение производства, то есть сокращение 38% внутренний продукт, производство промышленного продукта на 41% и хозяйство на 27%, капитал вложения на 60%. Это начиная с 92-го. Так, ну, я хочу сразу предупредить, что я не являюсь экспертом по аналитике исторической экономики Белоруссии, то есть у меня немножко другая специфика. Но, тем не менее, кое-что рассказать смогу. Самый главный кризис, естественно, был фискальный. То есть проблема была с тем, что не сходились с дебетс-кредитом на всех предприятиях после развала Советского Союза. В Белоруссии ходил тогда советский рубль. Белоруссия – это последняя страна в СНГ, которая отказалась от советского рубля. Последняя. Это привело дело к тому, что те страны, где от советского рубля отказывались, с тех странах советский рубль чуть ли не на грузовиках везли в ту страну, которая от него еще не отказалась. Соответственно, когда от него отказалась уже Российская Федерация в 92-м году, то все деньги повезли в Белоруссии. И этот рубль начал быстро обесцениваться. Правительство приняло решение вводить талоны. Возможно, многие помнят, были такие купоны, из которых люди ножницами вырезали. Да, 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 видел такие суммы. Да, естественно, наплыв советского рубля, когда он еще не был отменен, привел к дикой инфляции относительно этого рубля. Надо понимать, почему это происходило. Дело в том, что в Советском Союзе не было Центрального Банка Советского Союза. В каждой республике был свой государственный банк, который печатал деньги. Так как центрального органа не было создано, который бы регулировал эту печать денег, все республики печатали его на перегонки. Естественно, это вызвало его безумные обесценивания. Этим же злоупотребляла и Белорусская республика. Поэтому быстро пришлось отказаться от оборота непосредственно советских рублей. Сначала на периферии им не принимал никто. Все либо натуральный обмен производили, либо по этим купонам. Потом уже окончательно банки перестали с ним работать. И спекулянты в том числе. То есть рубль печатался для закрытия дефицита бюджетов как республиканского, так и местных региональных. По поводу производства. Естественно, вторая проблема в том, что были разорваны все производственные цепочки с Российской Федерацией. Однако в капиталистической системе это не является проблемой. Потому что всегда, когда вы теряете какого-то поставщика, либо теряете того, кому поставляете, то вы просто обращаетесь к другим клиентам. Через работу, через менеджмент предприятия налаживаете новые производственные цепочки. При этом стоимость труда была такой, что многое из продукции было рентабельно. Например, многие помнят о том, как появлялись иностранные предметы в магазинах. И они были дороже, чем местные. Местные, конечно, были убогие. Там обувь, продукты какие-то и так далее. Ну, по качеству и так далее. Но, по крайней мере, эта продукция была дешевле. То есть мы на тот момент еще могли конкурировать. И эти заводы не обязательно нужно было разорять. Их достаточно было просто продать, приватизировать. Программы приватизации никакой, естественно, не было. Все ждали избрания нового президента. Никто не был заинтересован в приватизации. Потому что ситуация в Беларуси, она не была столь катастрофической, как, например, в других странах. Например, в 1991 году Собчак писал о том, что в Петербурге осталось еды на две недели. А в Беларуси такой проблемы никогда не было. И поэтому, естественно, номенклатура даже не ставила такой вопрос, чтобы все распродать. Просто будем все держать. Но как-то наладим новые производственные цепочки директивными методами. То есть, не было такой паники. Паника, ну, скорее, паника возникла позже. Паника была же. Там каждый день, каждый месяц, точнее, рубль обвалился на 330%. Это конкретная проблема рубля была. То есть, это не была проблема производства. Производство начинали работать с натуральным обменом, с бартером. И потом по талонам, вот этим покупоном. То есть, как бы, в этом смысле люди могли покупать хлеб. Хлеб в магазинах был. И молоко в том числе. И даже сметану. Так вот, дело было в другом. В том, что не было никаких вообще целей делать рыночные реформы. Хотя, так как была разрешена коммерция, не было никаких процедур по контролю за этой коммерцией. Из министерства люди приглашали юристов и предпринимателей, которые работали на рынке, за консультациями. То есть, такая была ситуация. Потому что, ну, у них не хватало компетенции, образования и так далее. Российские специалисты консультировались на Западе. У них были специалисты западные. Джеффри Сакс, Лафер, как там еще, Ослунд. Еще много различных с мировым именем экономистов. В Беларуси ничего такого не было вообще. Было предложение МВФ, Международного валютного фонда, о создании Центрального банка, как международного. И, соответственно, на этой программе Международный валютный фонд присылал специалистов западных, которые помогали настраивать бы политику Центрального банка. Однако, было отказано в этом предложении. И наш банк остался государственным. То есть, не было предложено вот этой вот независимой политики Центрального банка. Принято, точнее. Дальше у нас происходят выборы. На выборах у нас практически все, либо коммунисты, либо социал-демократы. И в итоге к власти приходит Лукашенко. Может, до конца, да разберем вот эти, ну, до прихода. Что он там обещал? Либерализацию, ценообразование. Еще там в статье указано, что было непосредственно типа свободной экономики. И как раз таки за свободной экономики все пошло по одному месту. Правильно ли это утверждение? Или что-то? Так, подождите, в какой статье? Ну, я скинул вопросы вам, личные сообщения. Просто тут личных сообщений штук 100. Сейчас. Ну, или можно пролистать в сообщении чат для усих. Быстрее будет у нас непосредственно. Так. Обещание Лукашенко, да? Так. Экономическая ситуация страны требовала неотложных мер по выходу народного хозяйства. Так, ну и Лукашенко там предложил либилизация, ценообразование, приватизация государственного сектора, сокращение государства расходов, уменьшение налогообложения, развитие малого и среднего бизнеса, либеризация валютного рынка, формирование рыночных рынков, ценных бумаг, недвижимости. Да, да, да. Ну, смотрите, во-первых, по поводу непосредственно спада в инвестиции и так далее. Проблема была основная не в том, что были непосредственно проблемы с производствами. Проблема была в том, что была проблема с нищетой, потому что большая половина населения страны была за чертой бедности. То есть люди влачили жалкое существование. Ну, те, кто, по крайней мере, был в городах, на селе, натуральное хозяйство, по крайней мере, более-менее помогало кушать мясо. Смотрите, по поводу обещаний Лукашенко предвыборных. Ну, это, на мой взгляд, смешно обсуждать, потому что чистейшие воды популизм. То есть была программа, в речах публичных Лукашенко вообще говорил другое, что нам не нужна приватизация, нам нужна, ну, шоковая терапия, нам нужна точечная, аккуратная приватизация без того, чтобы мучить народ. Ну, его риторика была такая. И, естественно, все эти обещания, они не сбылись, ничего такого Лукашенко не сделал. Доля госсектора в экономике, как была самой высокой в Европе, около 80%, так она ей и осталась по сей день. То есть за 30 лет никаких изменений вообще. Поэтому то, что он там что-то обещал, ну, это может вызывать только улыбку и все. Обычно такие программы разбираются, ну, обещания, да, когда проходит, например, президентский срок, и мы уже делаем итоги какие-то, вот как с Порошенко в Украине. Но тут-то уже это давно уже обсмеянная тема. То есть спустя 30 лет это даже смешно вспоминать, что он там обещал. Естественно, ничего подобного он не сделал. Вот если по всем пунктам либерализация цена образования, ну, может быть, да, ну, остальное все, наверное, нет. Либерализация влетного рынка не было, уменьшение налогобложения не было, сокращение госрасходов не было, приватизация госсектора не было, и так далее, и так далее, и так далее. Даже рынок ценных бумаг не был сформирован, хотя, то есть у нас появилась биржа в нулевых годах, и ее тут же стали регулировать. То есть биржа стала такой, номинальный только. Понятно. Ну ладно, можно перейти тогда, вот, 95-му году. Ну, это уже другое статья. Начало эпохи рыночного социализма. То есть начало этой стройки века экономика Беларуси подходила в плачевом состоянии. Десяцит бюджета равнялся десяти процентов ИВП. Общий золотой запасов, запас был эквилин одному месяцному импорту. Ну и так далее. В стране прекратилось обращение, в стране прекратилось обращение иностранной валюты там и всяк. Да. Да, и год закончился волной запасовок в связи с этим. Собственно говоря, в 95-м году. Ну, валютой, конечно же, люди пользовались, да и сейчас пользуются. То есть вообще не было никаких проблем с этими законами ограничительными. я прекрасно помню, как в моем городе в то время как раз возле банков дежурили постоянно спекулянты. Весь город их знал в лицо. То есть непонятно о том, как их не задерживали и так далее. То есть это был абсурд. Это просто были те меры, которые не работают. Естественно, все хранили деньги в валюте и крупные покупки делали в валюте и так далее. это все были опять же декларации на бумаге. Да, были задержки зарплаты на крупных предприятиях, потому что логика была такая. Сначала мы закрываем долги там, где нужно, а потом тем, кто остался. То есть там примерно такое распределение было. Естественно, никто не был заинтересован в том, чтобы какими-то современными методами регулировать финансовую систему. Просто включался печатный станок и разгонялась инфляция. В 95-м году уже вышел белорусский рубль, как вы помните, который очень быстро обесценивался. Там была безумная скорость обесценивания белорусского рубля. Там была такая белочка 50 копеек. Заяцы. Да, да, да. Заяцы там медведи и рысь. И они за 4 года эти зайцы все ускакали. превратились в 200 рублевки, 500 рублевки. вот этот как раз 96-й год все белорусские народные собрания одобрило основное направление социал-экономического развития республики Беларусь. То есть на 96-й 2000-й. То есть фактически в стране возродился плановая экономика. Ну, как типа пятилетки, так понимаю. Ну, не то, что пятилетки. Ну, скажем так, каналы сбыта, государственные различные гастрономы и так далее, и так далее. Они формировали госзаказ, а дальше госзаказ уже работал на этот сбыт. Не было возможности импортировать всем предприятиям что угодно. Были несколько ключевых отраслей, вроде Беларусь-Калии или Грудно-Азот. Там, да, там были фактически контракты на импорт, на экспорт точнее, и они все вывозили за рубеж, действительно. тогда уже начинали тот частный бизнес, который поднимал свою голову, достаточно серьезно прессовать налоговыми издержками. Ну, в общем-то, тогда все это и началось. Сначала налоговым, потом уже в нулевых годах административно. Ну, тут и 97-е, то есть ВВП до 11-ти процентов. То есть потребительские цены 63%, ну, инфляция ежемесячно 4,2% было тогда каждый месяц. Ну, да, да, 97-й год там все экономики росли более-менее. Но этот рост называется конвергент. То есть, когда экономика перешла в режим ручного управления. Это конвергентный рост, когда экономика опускается на полнейшее дно, а потом с этого дна она может быстро расти просто потому, что ничего особо не меняет. А можете рассказать вот эту про золотую акцию, которую вел Лукашенко в 97-м? Можно это западное изобретение, когда государство не владеет производителем, а владеет его мизерной какой-то долей. Эта доля позволяет государству управлять этим предприятием. Ну, вмешиваться точнее в управление. Таким образом у нас получается прибыль по акциям уходит не государству. Но управление в том числе происходит руками государства. Эта практика появилась впервые когда-то в Америке, когда государство хотело управлять военно-промышленным комплексом, чтобы не давать частникам продавать, грубо говоря, современные танки за границу. Но Лукашенко, да, он ввел везде, где были такие крупные предприятия, уже приватизированные. То есть эпоха перерегистрации, то есть началась тогда получается. Да, но тут важно другое. То, что не было, это явление массовым, потому что не было никакой массовой приоритизации в принципе. У людей был энтузиазм по поводу 90-х, что вот сейчас будем развиваться наконец-то, совок развалился. Но этот энтузиазм быстро закончился, как только стало понятно, что Лукашенко навсегда. Кот, зачитаю, восьмой вопрос про 98-й. Ну, кстати, вы, Алексей, тоже можете прочитать, то есть поподробнее изучить. 97-й год? Восьмой. Какой, 98-й? Да. Год 98-й. Задолженность за российский газ продолжала расти. В марте Газпром впервые урезал поставки на 30%. Августовский дефолт в России больно ударил и по белорусскому рублю. Согласно официальным данным, до конца года он обесценился почти в два с половиной раза. Но и председатель Нацбанка Петр Прокопович ввел в оборот полумиллионную купюру. Год пополнил копилку афоризмов Лукашенко двумя фразами. Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало. И к Новому году у всех белорусов на столе будут нормальные человеческие яйца. Осенью в Беларуси возникли проблемы с продовольствием. Ну, как всегда он пообещал и как всегда все наоборот. В магазинах ввели ограничения на продажу масла, сахара и яиц. В ноябре около 2000 рабочих МТЗ провели митинг у станции метро тракторный завод. Поход части митингующих резиденции Лукашенко закончился задержаниями. Как всегда подавили. Ну, вот что об этом можешь сказать? Ну, ты, в общем, об этом все сказал. То есть были торги с Россией действительно была безумная инфляция с этими нулями, которые люди не успевали даже разменивать на валюту. И кое-где приходили вот такие вот митинги. Но это не было массовым явлением. Действительно массовым явлением был митинг по поводу тоже 98-й год по-моему по поводу распуска части депутатов. И тогда были очень крупные выступления. людей и они против уже самого режима, а не потому что у них там зарплату задерживали. Тогда было прилично бойня на немеде, есть даже видеокадры на ютубе про те дни. То есть проблема была именно политического характера. Экономическая проблема вот это 98-го года была экономическая приведена 98-го года она была всегда. То есть она была на протяжении 91-го года все годы. А вот с политикой уже действительно был проигрыш большой. То есть люди бантовали против нищеты в 2000-м о 98-м году не потому что 98-й год был плохой, а просто им уже надоело ждать с 91-го. Давай про 99-й год. Ну вот в 99-м году появились купюры 1 миллион и 5 миллионов. Национальная валюта опять катастрофически обесценивалась. К концу года уже власти объявили о будущей деноминации. Ну уже потому что нулей там выросло хрен знает сколько, уже миллиарды там ходили. 5-го 6-го мая предприниматели столичного рынка на стадионе Динамо провели сидячую забастовку. В обменники вернулась валюта зато на радость от частичной либерализации экономики омрачил закон о ценообразовании придавший управление в этой области в руки президента. И в сентябре профсоюзы вывели на улице 30 тысяч рабочих под лозунгом за право на труд и достойную зарплату. Ну вот что об этом можешь сказать? Насчет профсоюзов интересно, что это привело к тому, что пришлось создавать такую организацию как БРСМ и подминать под себя все профсоюзные молодежные группировки. потому что профсоюзы тогда молодежь все забирали поэтому молодежь была скажем так социально активной то есть они занимались агитацией митингами и так далее пришлось вот этот ресурс им обрезать а потом сами профсоюзы точнее от них остатки уже взять полностью под свой контроль просто профсоюзы были тогда такой шарашкой они были государственные но они подчинялись скорее парламенту но это был последний раскол остатков независимости Беларуси то есть после профсоюзов уже больше ничего не осталось Лукашенко получил полную власть в 2000 году с 1 января убрали три нуля произошла знаменитая деноминация миллионы эти отменили значит год начался сразу с массовой забастовки предпринимателей продолжавшейся с 1 по 12 февраля причиной послужил НДС механизм введения которого был недостаточно ясно прописан в законе аналоги на добавленную стоимость Лукашенко отреагировал резко он вскоре подписал декрет снявший напряжение приблизилась новая президентская кампания Лукашенко впервые в своей карьере потребовал повысить к выборам зарплату подняв планку до 100 долларов задачу выполнили задействовав административный ресурс этот успех позже возьмет на вооружение и превратят его в одну из основных предвыборных практик ну то есть потом там и в 6 и в 11 году все это уже было ну вот что об этом можешь сказать бастовали предприниматели ввели НДС но прописано было все как всегда криво да вот основной момент мы пропускаем что на твой взгляд можно было бы сделать в тот период времени вместо всего этого бреда как ровно надо было прописать чтобы не было таких проблем да тут дела же не в самом НДС дело в ну НДС можно было тупо не соблюдать потому что такая практика была но смысл же не в этом а в том что пытались выполнять план по задержанию нарушителей то есть усиление происходило именно в контроле над предпринимателем когда не было контроля не было и протеста вот в чем дело то есть понятно что законы дегенеративные их нужно отменять но дело же было не в них можно было например проводить приватить ну да а потом уже разбираться со всеми этими законами дурацкими были вещи важнее но Лукашенко видимо нашел свою проблему в том что именно предприниматель супер богатей его нужно грабить то есть он занимался непосредственно населением которое пыталось хоть как-то свести концы с концами это было это было движение против среднего класса проблема решалась приватизацией госсектора в экономике это была главная проблема а вот эти вот дела это вообще там дело десятое ну давай козырь считай следующий год так про 2001 тогда год официальная статистика рапортует об улучшении ситуации в экономике это подтверждает и всемирный банк отмечая однако зависимость белорусских успехов от выгодных цен на российские энергоносители и общую благоприятную обстановку экономическую в регионе в конце сентября сюрприз переизбранному президенту преподнесли рабочие минского тракторного завода двухнедельная задержка зарплат вынудила их перекрыть улицу Долгобродскую ну вот что об этом скажешь что тут говорить ну наверное на заводах еще остались какие-то остатки людей из прошлых профсоюзов которые могли организовывать людей ну как видим это все оказалось крайне ненадолго ну да почему только тракторный завод потому что там больше рабочих было то есть на остальных предприятиях мало людей на тракторном заводе по-моему тогда работало что-то около я честно не знаю может тысяч десять человек практически тракторный завод если посмотреть на карту это целый микрорайон ладно тогда 2002 год плановая экономика начала приносить свои плоды Беларусь вышла в лидеры среди стран СНГ по уровню инфляции 34,8% росло количество убыточных предприятий снижалась конкретно способность выпущенной продукции не вселяла оптимизм рентабельность сельхозпроизводства на митингах люди стали задавать вопросы об обещанной зарплате в отношениях с Россией наметился поворот крайне неприятный для Лукашенко фраза Путина о мухах и котлетах открыла новую страницу в истории непростой дружбы Минска и Москвы осенью Газпром сократил поставки газа на 50% обвинив Беларусь в задержках выплат Да вот как раз начало нулевых годов уже разрушила собственно рентабельность точнее конкурентоспособность белорусских предприятий они не были модифицированы за 90 все было потеряно и так далее то есть в начале нулевых было такое время когда иностранную продукцию уже покупали небогатые люди она стоила примерно высокого уже отечественной продукции например это касается это касалось ну это вообще всего касалось где был здесь импорт например одежда или я не знаю даже конфеты то есть тогда уже было выгоднее купить эти западные шоколадки чем отечественные по деньгам получалось что конкурентоспособность уже таяла на глазах буквально тогда это уже было серьезное как бы препятствие для роста экономики и вот эта вот ситуация была просто неизбежна то есть просто Лукашенко к ней подвел а пока про газовые войны так что тут говорить это всегда было они всегда торговали друг с другом так как ну договаривались таким образом так как в России газом занимается фактически государство Белоруссии государство и нам приходится эти идиотские новости обсуждать никто же не обсуждает поставки газа в Великобританию потому что в Великобритании этим занимается частная корпорация и там знать не знают откуда у них этот газ взялся просто знать не знают какие-то частные компании которые поставляют газ в дома на какой-то лондонской бирже покупают какие-то газовые фьючерсы по которым им доставляют газ со всего мира там с России из Катара с Южной Америки и знать не знают о том ругаются там с газом не ругаются эти компании и так далее просто ли у людей другие проблемы совершенно потому что государство не занимается этими идиотскими вопросами ну да у нас оно занимается и поэтому в 2003 год мы вошли как говорит статистика с 25% инфляцией и более 40% предприятий уже убыточные таковы вот итоги года который стоил карьеры премьер-министру Геннадию Новицкому вице-премьеру Александру Попкову министру сельского хозяйства Михаилу Руссому председателю Белгоспищепрома Анатолию Кузьме в мае профсоюзы радиоэлектронной промышленности и автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения провели в Минске многочисленный многотысячный митинг под лозунгом «Нет окончательному обнищанию народа» Вот что об этом можешь сказать? Видишь, еще остались кое-какие профсоюзы там Ну да, как-то вот объединились интересно Но я, честно говоря, не помню о том, что там было много тысяч человек Там был митинг действительно Но он был по размеру меньше, чем митинг Например, оппозиции за нечестные выборы, которые были в то время Ну, предстоящие годы То есть там уже совсем было мало людей Я думаю, тысячи-полторы может быть было Может быть и не было Откуда там многотысячные митинги, я не знаю По поводу этих кадров Ну, я не знаю Лукашенко, наверное, стаянно Обчитался Кадры решают все Подумал, что проблема в этом Это идеологически ненормальный человек То есть здесь будут повторения Биться головой стену Раз за разом Тут мы ничего нового не увидим Инфляция То есть человек печатает деньги Думает, что в этом богатство стоит В обмане населения В том, что у населения Обесцениваются накопления От этого народ разбогатеет Ну, наивный товарищ Что тут? Да В 2004 году Лукашенко провел знаменитый референдум Который снял с него ограничения На два президентских срока Внутриполитическую победу Омрачило фактическое поражение В газовой войне с Россией В феврале Газпром На день отключил поставки газа в Беларусь Лукашенко заговорил о ревизии Межгосударственных отношений Попутно высказав претензии на увеличение цены За транзит энергоресурсов Власть не стала изменять традиции Поднимать зарплаты в годы проведения Важных электоральных кампаний К концу 2004 года Средняя зарплата составила около 200 долларов О несоответствии размера зарплат Уровню производительности труда Вслух говорили только независимые эксперты По всей стране прошли акции протеста предпринимателей Очередные Да, когда у вас производительность труда не меняется А зарплата меняется Естественно мы можем говорить о том Что надувается какой-то пузырь Который неизбежно лопнет В непредсказуемом месте На самом деле надо признать Что доллар тогда тоже обесценивался Относительно И доллар 2004 года Отличался от доллара 1994 года Прилично по покупательной способности Так что мы не можем говорить о том Что рост в долларом эквиваленте Обязательно означал рост уровня жизни Совсем не обязательно Росли цены соответственно И достаточно Инфляция Как всегда Да, интересно В 2005 году я как раз Пошел на работу Первую Мне тогда зарплата была 250 долларов Вот это тогда считалось очень круто Правда на коммерческую фирму Да, 2005 год как раз ты сказал Вот Россия стала взымать с Белоруссией НДС Что в совокупности привело К подорожанию газа для белорусов Почти на 20% О росте цен на газ Ранее предупреждала Замминистра экономики Татьяна Старченко Она также заявила О росте цен на российскую нефть Как об одном из факторов Сдерживающих темпы Экономического роста То есть все Свалили на то Что Россия Душит там Поднимает цены Поэтому у нас экономика не растет И все неконкурентоспособное Лукашенко Который находился во власти Уже больше 10 лет Перестал заигрывать с народом Он посоветовал белорусам Меньше есть И больше бегать Массовые акции Отметились предприниматели Уставшие от проверок Многочисленных контролеров Многотысячные митинги Прошли в Минске и Гродно Да, это смешно Когда поговорят Что нефть мешает Расти экономики Всему миру не мешает А нам мешает Ну это смешно очень звучит Просто человеку нечего сказать Ну тоже ничего не поменялось Потому что сегодня Включаешь телевизор Восемнадцатый год Да Все те же самые байки О том Что Беларусь Вот-вот станет богатой страной Но постоянно кто-то мешает Или что-то То цены неправильные То слева То справа душит Все мешает Развернуться Нашему талантливому менеджеру Да, так 2006 год Ситуация в экономике Как это Вводится в год Президентских выборов Была достаточно стабильной Сальдо внешнеторговых операций Традиционно Сложилось отрицательное Сообщало Об итогах года Министерства финансов Конец года Запомнился Сложнейшим Газовым спором Между Минском И Москвой Завершившимся Ну как раз там За несколько минут До нового года Был подписан Газовый контракт На пять лет Предполагающий Поэтапное повышение Цены на газ С выходом На стопроцентную Оплату В 2011 году Газпром добился От власти Беларуси Продажи Половины акций Белотрансгаза Лишая официальный Минск Преимуществ Транзитера Да Сейчас Насколько я знаю Он полностью Продан В 2011 году Да Продали Кажется Да 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 И там Буквально Берется только налог Сама компания Уже российская В 2007 год Беларусь Начала продавать Доли в активах Ряда крупных предприятий В списке Белотрансгаз Мобильная цифровая связь Велком Сейчас Бел Внешэкономбанк Мотовело И другие Параллельно Власти Пошли На непопулярные меры Значительно Урезав льготы Пенсионерам Студентам А также сократив Продолжительность отпусков У врачей Учителей Все это вызвало Многочисленные Масштабные Для 10 миллионов Страны Протесты В ноябре Социальный марш Против отмены Льгот Едва собрал Тысячу человек Ну Такие Можно сказать Не совсем Многочисленные Куда Более Многочисленными Были акции Протеста Предпринимателей Но вот Что об этом Скажешь Отменили Льготы Студентам Уменьшили Отпуска Ну да Как бы Лукашенко Уже начал За годы Инфляции Видимо Ему стало Доходить Что Печатный станок Не решает Его проблемы И уже Вместо Инфляции Вместо Печатного Станка Он начал Физически Урезать Все льготы Все социальные Выплаты И так далее И так далее Естественно У людей Сразу Протесты Но Когда Включается Печатный Станок Протестов У нас Нет Именно Запечатанный Станок За инфляцию Это Обман Обман Людей Но Ему Видимо Понадобилось Против Людей Ити Потому Что Ему Показалось Что Стабильные Деньги Он поверил В это Стабильный Валютный Курс Он Как бы Способствует Экономическому Росту А Печатный Станок Безразмерный Не Способствует То есть Он Уже Принимает Здесь Аргументы Каких-то Там Экономист Он Сам Экономист Советский Он Уже Начинает Прислушиваться Это Конечно Не Помогает Потому Что Дело Не В Эм Было Дело Было Не В Бабине Вопрос Про 2006 Что Могли На тот Момент Сделать Чтобы Не Довести Можно Либо Не Продать Эти Акции Бел Газпром Бел Газа Можно Было Не Продать Вообще Смысл Продавать Рентабельные Предприятия Можно Их Оставлять Проблем В этом Никакой Нет Здесь Скорее Была Именно Политическая Уступка Россия Хотела Это Получить Потому Что В Грузии Была Похожая Ситуация Кто Не Знает В Грузии Была Приватизирована Вся Электрическая Промышленность Ну Точнее Инфраструктуру И Там Было Много С этим Проблем Ее Купили Американцы И Начали Обслуживать Грузию Электричеством Могу Постоянно Происходили Какие-то Диверсионные Атаки То Лэб Взорвется То Трансформаторная Буртка Сгорит И Еще Что-то Непонятное В итоге Американцы Продали Свою Вот Эту Компанию И Купил Ее Рао ЕС Российская Компания И Сразу Все Прекратилось Ну Тут Как бы Есть Политическое Давление Благодаря Которому Продаются Все Эти Предприятия Можно Было Бы Это Обойти Конечно Можно Было Но Так Как У Человека Узкое Мышление То Есть Он Не Знал О том Откуда Берется Прибыль Физически Он Думал Что Вот Он Держит Все Активы Которые Дают Прибыль И Все Ну И Предприниматели Естественно Надо Насиловать Постоянно Точнее То Что От Них Оставалось То Естественно У Огромный То Есть Он Может Много Вещей Сделать Чтобы Этого Избежать Ну В данном Случае Можно Было Снизить Нагрузку На Административные Нагрузки Вообще Все Во Всех Отраслях Это Бы Увеличило Норму Прибыли И У Нас Был Большой Экономический Рост И Даже Бюджет Вырос Но Естественно Этого Никто Не Делал Ну Что Тогда Переходим К 2008 Году В 2008 Году У нас Ожидание Кризиса Который Потом К концу И случился Власть Пыталась Предпринимать Отчаянные Попытки Исправить Ситуацию Отменили Золотую Акцию Опубликовали Огромный Список Предприятий Там Около Полутысячи Которые Подлежали Приватизации В ближайшие Годы К ноябрю Лукашенко Гарантировал Полное Возмещение Населению Банковских Вкладов В том же Месяце Бюджетникам Урезали Зарплаты А в декабре Насбанк Рекомендовал Белорусским Банкам Приостановить Выдачу Валютных Кредитов В новогоднем Обращении Лукашенко Успокаивал Белорусов Вы должны Знать Власть Не допустит Обвал И хаоса Не предаст Ваше доверие О том Что это Была ложь Мы узнали Спустя Сутки То есть Уже 1 января 2009 Года 2008 Года Что там У нас Скажешь Вот Публиковали Большой список Предприятий На приватизацию Собственно говоря Американский На самом деле Основная была Проблема Для Лукашенко В том Что Снизился Экспорт То есть Стали меньше Покупать Того Что он Экспортировал То есть С этой стороны У него Возникла Проблема Потому что Собственных рынков Канам Недвижимости Финансовых У него не было Чтобы не обвалились Обвалились Именно экспортная Выручка Отсюда у него Фискальный разрыв И Естественно Он уже Издержки Переносит На население Как обычно То есть Урезает Все что можно И девальвирует Рубль По-моему Тогда Девальвировали Его на Тысячу рублей Если я не ошибаюсь Был 2200 Рублей Стал 3300 Рублей За доллар Составило Около 30% Год Выдался Непростым И в отношениях С Москвой Вице-премьер России Алексей Кудрин Попугал Беларусов Банкротством Из-за Неспособности Обслуживать Кредиты В этом В этом не было Сенсации Беларусь Беларусь Уже давно Жила Взаймы В 2009 Году Совокупный Внешний Долг Страны Достиг Рекордных 20 Миллиардов Долларов Ну для Девятого Года Может И рекордных Сегодня Тоже Давно Переплюнуто Да Тогда Обрезал Поддержки И уже Плыли Как Бревно По течению За счет Того Что в конце Девятого Года Экономика Сядей Начал Расти И Курс Наргоносителей Тоже Соответственно В конце Девятого Года В общем-то Этот Мировой Кризис И закончил Ну для Беларусов Тоже По крайней Мере Был отсрочен Еще На Один Год 2010 Год Опять Начался Как Всегда Неприятно С Этого Момента Беларусь Стала Получать Беспошлино Только Около Третьи Всей Поступающей Из России Нефти Страна Продолжала Жить В долг Но Лукашенко Не унывал На носу Были Очередные Выборы И Вскоре Прозвучал Наказ Поднять Зарплату До 500 Долларов Заветная По 500 Появилась Впервые Эта Цифра Святая Она Принята На Всебелорусском Народном Собрании 5 лет Назад Это Показатель Пятилетки И мы Должны Его Выполнять Подчеркнула Важность Момента Глава Государства В ноябре Он Снова Утешил Беларусов Заявив Что Власти Не Планируют Девальвации Да Да Тогда Зарплаты Росли В десятом Году И Было Видно Что Это Очередной Пузырь То Есть Беларусских Рублях Ну Опять же Рост Зарплат Не Соответствующий Росту Производительности Труда И Естественно Это Все Выливалось В то Что Увеличилось Рублево Массовой Экономики И Тогда Ну Очень Много Рублей Было И Банк Тогда Депозиты Были Относительно Свободные Люди Очень Много Рублей Клавали В банке Потому Что Были Высокие Процентные Ставки По депозитам И Пузырь Возник Там Потому Что В следующем Году Когда Все Началось Депозитный Рынок Рухнул Люди Все Переводили Деньги Да Закончился Год Как известно Площадью Знаменитой Декабрь Декабрь Которая Была Разгоном Оппозиции Всех Правозащитных Организаций Всех Поприжали 2011 год Начался Вопреки ожиданиям Многих Беларусов Ничего страшного С рублем Не произошло Хотя ждали То есть Но слишком долго Ждать не пришлось Уже Там Потом Позже Одним Из первых Забил Тревогу Новый Премьер Министр Михаил Мясникович Заявивший О наихудшем За все Годы Отрицательном Сальдо Внешней Торговли По итогам 2010 Глава Нацбанка Доложил Лукашенко О том Что Население Скупило В прошлом Году Полтора Миллиарда Долларов Валюты Остальным Белорусам Прокопович Заявил Что Пока Он Руководит Нацбанком Никакой Одномоментной Девальвации Не будет Однако Это случилось И не один А два раза 24 мая Рубль Обесценился На 56,3% И 21 октября Еще на 52% Очереди Обменников Ну В общем Все это Скупали Там Оборудование Была настоящая Катастрофа Там Скупали Все Обесценивание Рубля Побило Мировые Рекорды Цены На продукты И промышленные Товары Выросли На 125 И 112 Процентов Соответственно Зарплаты Упали С 500 Долларов До 220 Лукашенко Обвинил В кризисе Народ Который Массово Бросился Покупать Подержанные Автомобили Накануне Введения Драконовских Ставок Таможенных Пошлин На импортное Авто Массовые Акции Протеста В которых Участвовали Тысячи Человек По всей Стране Были Опять Народ Плохой Он водит Пошлины А народ Виноват Что на них Реагирует Народ Хитрый Он взял И стал Скупать Потому что Испугался Потом Не захотел По пошлинам Покупать Ну да Но президент Должен был Это Видеть Он же Президент Поэтому Да Это был Самый Веселый Год Я его Прекрасно Помню Там Чудо Метро Можно Вспомнить В этом Взрыв В метро Совпадение Да Да Там Буквально После Взрыва Метро Доллары Исчез Из обменников Буквально Через Две Недель Даже Меньше И Я помню Дни В мае Ну Это Официальная Девалювация А была Неофициальная Были Такие Дни В мае Когда На Импортные Товары Цены Росли Удваивались Фактически За сутки То есть Был Такой Момент Тогда Очень Много Западной Беларуси Пересели На Вольксваген Пассат Начали Бензин Возить В Польшу Начали Скупать Сахар Я не знаю Там Золото В банках Фишки Казино Короче Пытались Деньги Вывести Из рублей Как могли И Абсолютно Не зря Доставки Взлетели До безумных Цифр До 100% И так далее Кстати Говоря Накануне Это был Последний Год Накануне Десятый Когда Люди Брали Кредиты Ипотечные И они Не Пересчитывались То есть После Одиннадцатого Года Уже Были Введены Правила По которым В процессе Вот таких Вот безумных Вещей Которые Происходили В экономике Кредит Уже Будет Пересчитываться С учетом Девальвации То есть Любое Явление Девальвации Оно Пересчитывает Ваш Кредит На Ипотеку И Халявные Квартиры Уже С этого Года С 11 Закончились Больше Халявных Квартир Нет И Не Будет Ну Как Халявные Кто-то Получил Квартиру Миллионы Потеряли Зарплату В два Раза То есть Это Как Бы Все Относительно Понятно Хорошо А Вот Тогда Про 2012 Год 2012 Год Начался К середине Лета Вот Вспыхнул Скандал Вокруг Растворительного Бизнеса Россия Вдруг Стала Подозревать Что Беларусь Не Уплачивает Пошлину Экспортируя В страны СНГ Нефть Под видом Растворителей И разбавителей В результате РФ Оценила Свои убытки В полтора Миллиарда Долларов А белорусским Властям Пришлось Отказаться От сверхдоходной Схемы Осенью Разразился Новый Скандал Лукашенко Национализировал Кондитерские Фабрики Коммунарка И Спартак Ну Известный Тоже Скандал Основной Акционер Марат Новиков Остался Без Активов В декабре Глава Государства Подписал Декрет Номер Девять О дополнительных Методах По развитию Древообрабатывающей Промышленности Документ Ограничивал Работников Древообработки В трудовых Правах И был Прозван Декретом О крепостном Праве Не СНГ А ЕС Говорился Да Там уже Сточился Трудовые Контракты Но на самом деле В реальности Многие Именно Вот это Вот Этот документ Не соблюдали То есть У руководителей Как бы Ну Общечеловеческие Скажем так У них было Понимание О том Что Если человек Уволится То Пусть Идет И Был Такой Тихий Байкот Вот Этого Документа На самом деле Он конечно Был Жуткий Довольно Таким То есть Действительно Владелец Государу Госпредприятия Мог Сунуть Палки В колеса Но Они Этого Не Делали По факту Ну Я не знаю Таких Инцидентов Это Такое Было Хотя Да Было Так Жесткий Документ По Поводу Национализации Ну Такие Правила Ставят Крест На Экономике Сразу На Десять Лет То есть Ты Если Делаешь Такие Вещи То Весь Мир Это Видит И Уже Соответственно Принимает Выводы О том Что Какая Какая Мог Инвестиции В Эту Страну Речь Не Идет О Какой Нибудь Национализации Танкового Завода А Кондитерская Фабрика Ну Это Зачем Трогать Какой В этом Выпускать Всякие Вот Такие Нефирменные Свои конфеты И так далее Какие у них там были Ну Фирменные Тоже Но Видно Было Что Они Начали Вбухивать Деньги В то Чтобы Импортозаместить Польские Конфеты Появились Копии Наций Сникерсов Марсов Такие Дешевые Белорусские Их Есть Неважно Такая Там Такие Батончики Такой Же Формы Да Естественно Это Смотрелось Убого И дешево Естественно У них Был Вкус Совсем Другой Ты Когда Ешь Шоколад Кунестле Она Нежная Чувствуется Что Это Шоколад Хороший А Белорусские Она Как будто Там Какие То Отруби В этом Шоколаде И Он Такой Из Нечищенной Муки Какой Что То Такое Ну В общем Видно Что Просрали Деньги Зря Только То Я Не Не Верю Что Это Окупилось Когда Нибудь И Получается Что Лукашенко На 10 лет Убил Инвестиционную Привлекательность Как В России Когда Убили Транс Аэро Например Тоже Убили Инвестиции Потому Что Ну Зачем Зачем Бизнес Укладываться В такую Страну Уничтожение Этого Растворительного Бизнеса Так Сказать Белорусского Который Россия Просекла Не Прошло Даром Белорусский Экспорт Стагнирует После Сворачивания Вот Этой Программы Склады Предприятий Забиты Готовой Продукцией СМИ Облетает Фото Заставленных Новенькими Тракторами Площадок Вокруг Цехов МТЗ Стране Катастрофически Нужны Деньги Лукашенко Предложил Взымать Выездную Пошлину В размере 100 долларов За граждан Покупающих Товары За границей Сомнительную Идею Вскоре Замяли Но Обида Неблагодарных Белорусов Осталась Отвечая В очередной Раз На вопрос О новой Девальвации Лукашенко Назвал Белорусов Народцем Побежавшим В обменники Скандал Года Арест В Минске Гендиректора Уралкалия Ну Российского Владислава Баумгертнера Надежда Наверстать Упущенные Нефтепереработки Выгодой С помощью Калийных Удобрений В этом году Сошла на нет Ну Что скажешь О 13 Годе О том Что Было Скалийным Вот этим Комбинатом Оскандали Да Дело в том Что в мире Есть Монополи Вносительные Точнее Олигополи По Калийным Удобрениям По крайней мере В 13 Году Была Это Белорус Калий Это Урал Калий И Канадская Корпорация По Добыче Калия Идея Была В том Чтобы Объединиться С Урал Калием И Таким Образом Можно Было Договариваться С Цены На Удобрения Но Канадцы Во-первых Отказались Во-вторых Не далось Даже Договориться С Урал Калием То есть Там Они Хотели Все Чтобы Сделано Было На Взятках И Минскую Сторон Это Взбесило Ну Точнее Одного Человека То есть Помимо Обычного Объединения Для Выгоды Предприятия Там Еще Был Взяток И Этот Вопрос Не Был Решен То есть Остались При Своих Поводу Продажи Тракторов Просто Человека Болезнь В голове Естественно Легко Продать Трактора Вот Эти Все Которые Стоят Там Буквально За Неделю Ну Просто Устро Распродажу Ну Упади В Снизи Цены В Ноль Ну Лишь Б Убрать С Этих Вот А Это Все Равно Они Пропадут Они Просто Сгниют И Заржавеют Обновить Свой Тракторный Барк У вас Вырастет Производительность Труда Расходы Солярки Упадут И так далее Ну Пусть Да Людям Это Сделать Скидку Все равно Пропадут Трактора Нет Они Будут Стоять Гнить Но Не Продадутся Потому Что У человека В голове Фиксированные Цены По Карлу Марксу Потому Что Трудозатраты Такие И Вот Это Фиксированная Цена Головного Мозга У человека Сидит И он Думает Что Был Недран В России Год Назад Так Сами Россияне Говорят Что Их Ней Белорусские Трактора Галима Что Просто Кусок Кала Естественно Естественно И он Должен Стоит По Цене То Искал Он Стоит Дешево Раньше Было Нормально Говорят Сейчас Полное Ну На Тринадцатый Год Это Был Китайский Трактор На Тринадцатый То есть Китайский Это Не значит Что Плохо Это Просто Дешевый Шарпотрёп Который Ну Ездит Ездит Хорошо Про Четырнадцатый Год Что Можешь Сказать В России Произошли И Началась Движуха Да В связи С Украиной И Россия И Это Вообще На Все Страны СНГ Хочу Думитесь Что В четырнадцатом Году В Беларуси Сошла Нет Протестная Деятельность То есть Все Увидели Что Произошло В Украине И Друг Перехотели Скидывать Лукашенко Как Минимум Это Год Продолжалось Ну Да С тех Пор Появилась Номенитая Пугалка Только Бы Не Как В Украине Помню В Казахстане Тоже Там Конкретно Так Обвалился Рубль У нас Ну В отмене Как Там Была Фиксирована Цена И Типа Скрытно Десять Процентов Через Месяц Скрытно Двадцать Процентов Прибавляли Ну За Доллары И Скрытно Еще Тридцать Добавляли Так Постепенно А потом Редко Сделали Полтора Рубля Эти Конец Потом Четырнадцатого Года Да Потом Пятнадцатом Он Снова Подскочил Там До Двадцати Ну И Потом Уравнялся За Двух Как Сейчас Стало Это В шестнадцатом Семнадцатом Ребята Всем Привет Привет Можно Вернусь В 2008 Год Расскажу Интересную Историю На личной Жизни Ну Давай Вот Ты Кот Говорил Помнишь Лукашенко Слова Девалюации Не будет Доллары Не покупайте Помнишь Как Он Людям Ну Вот Как Раз 31 Декабря 2008 Я Покупал Свой Второй Автомобиль У Одного Из Начальников Города Не Буду Называть Кто Что Какие Имена Дело Было Такое Что Одна Организация Мне Должна Была В эквиваленте Ну Примерно То Время 4 Тысячи Долларов Белорусскими Рублями Но Смысл Такой Что Мне Не хватало До покупки Автомобилей Которые Хотел Купить Около Трех Ну Три С Половиной Грубо Говорят Ну Мы С Человеком То Деньги Организация Должна Была Мне 7 Я С Этим Начальником Договорился Так Что Половину Там Ну Какую-то Часть Сейчас Какую-то Потом Ну И Рассказал Ему Ситуацию То Смотри Он Был В курсе Всех Дел Мы Поехали Другому Начальнику Ну Скажем Так В Один Из Банков Управляющему Деньги Перечислили Мне 31 Ну То На Все Инструкции Было Там Абсолютно Наплевать Перечислили В Долларах То Есть Они Заранее Знали Ну Буквально За неделю За две Что Будет Эта Девальвация Никто Даже У меня Супруга В банке Работает Никто Об этом Вообще Ничего Не знал То Есть Вот Такие Девальвации Они готовятся Изначально Они Того Что Белорусский Рубль Резко Ослаб К Доллару То То Даже Сейчас Если Взять Что Там Курс Такой То Ну Там Два Рубля Допустим Он Может Быть Просто Ненастоящим Просто Как бы Курсы Девальвации Это Немного Разные Вещи Есть Белорусская Валютная Биржа И там Формируется Курс Белорусского Рубля Либо Он Фиксируется Либо Установится Коридор Вот Сейчас Рубль Находится В коридоре А когда Планируется Мероприятие Девальвации Планируется Изменение Курса Самого Банка Центрального Который Скупает Этот Белорусский Рубль То есть Он Так как Он Является Практически Монополистом На бирже Его Изменение Курса Купли Или Продажи Оно Меняет Курс Остальных Игроков Рынка Вот Вот так Это Происходит Я просто К тому Что Тогда 31 Числа Допустим Курс Был 2200 Потом Он Стал После Нового Года 2700 2300 Нет 2700 Он Стал То есть Все Руководство Все Начальство Знало Что Этот Курс Поменяется Поэтому Допустим В моем Случае Со мной Провернули Такую Сделку Чтобы Именно Я Деньги Получил Именно В валюте Уже Потому Что Ну В случае Если Б Моя Сделка Совершилась После Нового Года Допустим Я Просто Не Смог Физически Купить Этот Автомобиль Вот Как-то Так Было Хотел Спросить У тебя Алексей Про Биржу Почему Нельзя Обнарушить Нашу Рубль Вообще На Рынке Биржевом В том же Форексе Валютном То То Есть Про Рубль Российский Тоже Промолочил Потому Что Он Вообще Не Катируется Там То Есть Сам На Сам Обне Находится Эта Валюта Ну Нельзя Найти Там В чем То Поторговать Какой Либо Валюту Когда Это Возможно Будет Так Белорусский Жрубль Он Жестко Контролируется И Нет Свободного Обращения На Бирже То Это Биржа Она Фактически Государственная Контролируется Государством И Она Не Работает С Другими Биржами Первые Чтобы Происходили Какие-то Такие Вот Кросс Обменные Аберрации То Где-то Там В другом Месте Проговали Берлорусским Рублем То есть Закон Это Просто Не Предусматривает Это Запрещено Из-за Того Что Рубль Сильно Контролируется То Практически Запрещено Кроме Одного Банка Которому Передали На Это Монополию Технобанку Получается Что Можно Вкладывать В такой Ситуации В такой Ситуации Никакой Международной Бирже Такая Валюта Просто Не Нужна Вот Есть WebMoney Этот ВМБ И Все И Так Кстати Говоря Из-за Технобанка Монополия На ВМБ У него Там Безумный Вообще Курс Там По-моему 20-25 Процентов Маржа То есть Разница В курсе Между Долларом И Между И Внутри WebMoney А вот Российский Рубль Он же тоже Не котируется Почему Там На Бирже Конкретно То есть Они По Спасфактам Не торгуют Ну С Рублем Российским Побольше Все Таки Есть Площадок На Самом Западе Там Далеко Может И Нету Потому Что Там Тоже Здесь Какие Ограничения Но Рубля Все Равно Больше Больше Свободного Обращения Куча Электронных Валют С ним Работают Хотя Их Сейчас Тоже Прессуют Насколько Я знаю И Киви И Яндекс Деньги И Сейчас Уже Начали Сильно Ограничивать Причем Настолько Что Яндекс Деньги Просто Стал Неконкурентным И Ушел С многих Рынков Например С Беларуси У них Был Большой Офис На Центре Города Сейчас Они Переехали Остави Одно Отделение Для Тех Поддержки На Бабушки На Это За Городом И Все К Нем Даже Позвонить Нельзя У них Телефон Нет Ну В общем Они Просто Неконкурентоспособны Сейчас Тоже Ограничивает И Скажи Пожалуйста К чему Это Может Привести В Среднесрочной Перспективе Ну Как Чему К Нищете Это Все Путь В Нищету Увлечения Издержек То Есть Когда Издержки Увлечивается Быстрее Чем Растет Производительность Труда То Население Нищает Издержки Растут На Все На Все Что Можно Везде Царь Не Хочет Дать Людям Зарабатывать Деньги Ни На Автомобилях Ни На Обменных Курсах Ни На Еще Чем То Везде Пытается Заткнуть Затычку Чтобы Только Люди Не Разбогатели Даже Креди Даже Ипотеку Не Дают Людям Взять Нормально Уже Ее Начинает Пересчитывать То Есть И тут Не Дают Людям Легче Вздохнуть Это Все Ведет Только К Нищете Больше Ни Чему Потому Что Высокие Издержки Делают Неконкуренто Способны Любую Деятельность Экономический Рост Замедляется Останавливается И начинается Рецессия Рецессия Может длиться Десятилетиями Например В Японии Рецессия Длится Тридцать лет Но Япония Богатая Страна И Рецессия Ну Постольку Поскольку Там Люди Так Неплохо Жили И для Них То Что Они Лучше Не Живут Не Так Страшно А Если Страна Нищая И Она Будет Нища Еще Тридцать Лет Но Это Депрессивное Состояние Люди Уезжают Многие Страны Бегут Вообще В Беларуси Рекорд Миграции Страны Среди Молодежи Рекорд В СНГ То есть На душу Населения Мы Обгоняем Россиян Где-то В раза Два Это Просто Катастрофический Отток Ну А к нам Соответственно Приезжают Те же Китайцы Россияне И другие Инвесторы Да Не особо Не особо У нас Просто Разрождаемость Чуть повыше Не Ну Учитывая Что Россия Тоже За Последнее Время Тоже Обновили Статистику У них Тоже Уезжает Очень Много Но Приезжает С Кавказа Больше Людей Тоже Москву И так Далее То есть Ассимиляция Происходит Вот Зачем Например Китайцу Ехать Беларусь Когда Китай Выше Зарплат Здесь Нечего Делать Не Почему Пару Косарей Здесь Они Получают На Заводах Своих Кстати Паражи Будет С ними Вместе С Китайцами Зачем Это Может Союз Против России Что Если Вдруг Россия Нападет На Беларусь А тут Китайские Дивизии За Экономику Говорим Да Ключевой Вопрос Тогда У меня Как Вы Думаете Вот В прошлом Году Думали Что Доллар Ну Дочень Рубль Снова Обвалится Ну То 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 Он Был До 20 Сейчас Снова К Двоечке Стал Близился И Сколько Это Может Вообще Продолжаться Год После Чемпионата Мира Осенью Либо В последующем Году Сколько Этот Мыльный Пузырь Будет Раздуваться Ну Объем Объем Увеличения Денежной Массы Не Публикуется То есть Мы Не Можем Узнать О том Насколько Увеличивается Денежная Масса Есть Косвенные Показатели Например Рост Зарплат Вот Рост Зарплат Например С Какого-то С Какой-то Точки Точки Спокойствия Например С Статики Там 940 Рублей Средняя Типа Да Да Вот Насколько Она Выросла Смотрим Она Выросла Грубо говоря На 10 Центов И что У нас Получается При одном И том же Курсе При Одной И той Же Продолжение Труда У нас Выросла Зарплата На 10 Процентов Получается У нас Уже Пузырь На 10 Процентов Надулся И у Нас Любой Момент Может Курс На 10 Процентов Обвалиться Но 10 Процентов Слишком Мало Для Того Что Пузырь Лопнул Он Обычно Надувается На Процентов 40 50 То есть Когда Лукашенко Начнет Гнать Там 500 600 Долларов Зарплаты 700 Вот Тогда Она Будет Падать Хорошо Какие Еще У кого Вопросы Есть По Белорусской Экономике Я Хотел Воделиться Поинтересовав Свою Какие Путевы Выхода Вы Видите Из Этой Ситуации И Слушайте Вот В Беларусе Как раз Все Просто Очень Беларусе Только Одна Проблема Одна И все Знают Ими Фамилию Этой Проблемы Это Понятно А без Нее Есть Как Беларусь Может Стать Великолепной Страной И Швы Без Проблем Огромный Темп Роста Иметь Все Перспективы Для Этого Есть Местоположение Высококвалифицированная Рабочая Сила Приграничные Как бы Районы С различными Торговыми Системами Инфраструктура Развитая То есть Все Есть Только Щелкни пальцем Дай людям Работать Дай людям Свободу И вам Тут Будут Строить И Шелл Будет Строить Нефтепрорабатывающие Заводы И Не знаю Хилтон Будет Гостиницы Строить И Казино Здесь у вас будет И Лас Вегас И все на свете Только Дайте людям Это делать Но никто Не дает А как ты Оцениваешь Вот этот Вышедший В конце 2017 года Декрет О цифровой Экономике Как ты Оцениваешь Оцениваешь Его Перспективы Вообще Ну Он убил Цифровую Экономику Я лично Это меня лично Затронуло Потому что Я с этим Бизнесом Связан Декрет Сделал так Что Моя деятельность Стала Из Нерегулируемой Она стала Уголовной То есть Я Что То что Я делаю Это уже Уже Считается Уголовщиной То есть Все Бизнесу Конец Те Условия Которые Декрет Предусматривает Они Убивают Вообще Любую Занятую С криптовалютами Делают Ее Неконкурентоспособной Например Они требуют Чтобы Любой Человек Который Делает Транзакцию С криптой Должен Предъявлять Паспорт Так Смысл Криптовалюты В том Чтобы Без Регистрации Эти Верификации Вот этой Дурацкой Пользоваться Системой Особенно Иначе Система Иначе Система Просто Не будет Конкурентоспособной С другими Системами Я с тем же Успехом Буду Банком Пользоваться Зачем Мне Криптовалюту В этом И смысл Криптовалюты Они Получаются Убили Все Сервисы Связаны С использованием Вот этой Криптовалюты Типа Там Криптобанк Криптобиржа Я не знаю Там Биржи Ставок Крипто Обменники Все Это Уничтожено Этим Декретом То есть Беларусь Уже Никогда Не станет Ну Таким Декретом Вот эти Валюты Типа Толлера Бехорусского Ну Обычный Обычный Скам Любой Из вас Может сделать Криптовалюту Любой Из вас Может сделать Криптовалюту За И Биржа Они же Обещали Открыть Централизованную Биржу Криптовалютную X-Rate Бай Адрес Но Она Так и Не Открылась В Биржа Должна Быть Детерциализована Да Но Они Чтобы Все Контролировать Открылись В том Что Там Можно Было Работать С Незарегистрированными Людьми То есть Тех С Анонимами Грубо говоря Какой мне Смысл Пользоваться Биржей Если Мне Это Нужен Паспорт Мой Бла 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 Я Буду Пользоваться Как и Раньше Биржей Где Мне Не Нужно Регистрироваться А буду Выводить Деньги Так Как Неудобно Или Не буду Выводить Деньги Зачем Мне Выводить Деньги В страну Чтобы Показать Что У меня Есть Прибыль Чтобы Платить Налоги Зачем Мне Это Деда Конечно Освободили От Налогов Кажется Криптовалюту До 2023 Года Дело Не В налогах Дело В регистрации Потому Что Когда Я Регистрирую Что Либо Мои Деньги Видны Когда Мои Деньги Видны За Ними Придут Это Только Вопрос Времени То Есть Это Очередная Попытка Заманить Лохов Так Сказать Прикормить Их Чтобы Они Сюда Свою Криптовалюту Закинули Высветить Кто Этим Занимается Сколько Денег Примерно Оценить А Потом Через Какое То Время Всех Взять Как Это Было С Так Наверное Иначе Конечно Он Конечно Он Он Же Великий Комбинатор Им Надо В кино Сниматься Ну Я Слышал Что Россия Сюда Повалились Из Этого Дик Это То Есть Для Нех И Лучшие Условия Сделали Те же Россия Какие Того же Питера Езжают Сюда Конкретно Вкладывать Вот Интересуют Конкретные Работающие Реализованные Проекты Конкретно Я Например Знаю Тоже Несколько Проектов Которым Вообще До Лампочки Регистрация Есть Или Регистрация Нет Типа Как Называется Кэшбэк Сервис Один Есть Такой И Согласно Ему Ну Тогда Ты Что Покупаешь Те Возвращается Там Какой Процентик Он Работает И так Легально И так Все Зарегистрированы И так Платятся Ноги Ему Плевать На То Будут Там Подотчетные Эти Сделки Не будут Он И так Уже Как Б Может Работать То есть Это Бизнес Которому Не Нужно Этот Декрет И Так Естественно Он Может Приехать Сюда Перерегистрироваться Только Я Не Знаю Зачем Просто Чтобы Обменивать Еще И Криптовалютные Сделки То Есть Чтобы Работать С Криптовалютой Нужно Именно Этому Кэшбэкс Нужно Именно Зарегистрироваться В ПВТ А не Просто Так Где-то Но Это Ничего Не Даст В принципе Это Не Дает Конкурентное Преимущество Хорошо А вот Такой Вопрос А как Ты Считаешь Почему Беларусь До сих Пор Ну Насколько Я Слышал Не Присоединилась К Договору ОСР То То По Автоматическому Обмену Налоговой Информацией То Казалось Бы Вроде Как Было Выгодно Нашим Лукетам Его Приспешникам Чтобы Беларусь Была Включена В эту Систему Чтобы Они Получали Сведения В автоматическом Режиме О том Где Беларусы Там Хранят Свои Денежки Из Офшоров То Есть Потому Что Большинство Офшоров Белиз Там Гибралтар Другие Виргинские Острова Они Все Присоединились К Договору Даже Россия Присоединилась А наши Нет Почему Вот Как Ты думаешь Там Нужно Соблюдать Какие Требования Да Да Там Подписать Еще Договор Какой То Пред Перед Этим А вот Наши Не Хотят Подписывать Как Ты Думаешь Почему Требования Не Выполняются У нас Непровое Государство С точки Зрения Вот Этих Организаций То есть У нас Глазь Фузурпированный Бэйпэл Тоже Нельзя У нас Ну Типа Можно Было Да На самом деле Конечно Никто Не Будет С ним Работать Там Невероятные Издержки Из этих Регистраций И контролей Никакой Декрет О цифровых Технологиях Не Помог Если Какая-то Часть Бизнеса Там Зарегистрируется То Колоссальная Часть Бизнеса Из Этого Декрета Зарегистрируется Заграниц Не Дают Работать Просто Не Дают Работать А Скажи Просто А Что Ты Видишь В Свете Связанных Китайских Кредитов Чем Это Грозит В Дальнейшем Да Ничем Наш Президент Уже 30 Лет Занимается Тем Что Перекредитовывается То Это Его Национальная Идея Нигра А Китайских Связанных Кредитов Конкретно Которые Великий Камень И Кредиты Под Проекты Естественно Эти проекты Будут Просто Для Галочки Сделаны Да А Все Издержки Которые Будут Связаны С тем Что Эти Проекты Будут Убыточны Возьмет На себя Белорусский Налогоплательщик Просто Перекредитует Лукашенко Все Это Китайцы Дают Ну Там Давали Под Строительство Совместных Этих Предприятий Их Понятно У меня к вам вопрос Вы Видите Проблему Белорусской Экономики Только В смене Одного Человека Ну Понимаете В чем Дело Вот Вы Говорите Один Человек На самом деле Вот Человек Который Развил Компанию Коммунарка Для него Создал Проблему Один Человек То есть Надо Понимать Что Из Одного Человека Из За Того Что Сконцентрировал Власть В руках Ну И Парламент Теме Высокий Теме Я Еще Раз Повторяю Вы Считаете Что Это Один Человек То есть Убрав Этого Человека Что То Изменить Но Риски Упадут Очень Сильно Нам Нужно Уменьшить Тогда Вы Считаетесь Которая Система Выстроена Этим Человеком То есть Вертикаль Власти Она Будет Работать Если Убрав Только Одного Человека Если Вы Нет Мой Вопрос Реально Задал Вы Ответили Что Я Что Только Убрать Этого Человека Только Убрать Уже Будут Улучшения А Саму Систему Надо Менять В том Числе Это Обязательно То есть Это Даже Не Оговаривается Но На Данный Момент Данную Секунду С данными Законами И так Далее И так Далее Один Человек Конкретно Мешает Вот У нас Нет Белорусском Законодательстве Такого Закону По Которому У Могут Отжать Фабрику Коммунарка У нас Нет Такого Закона Есть Только Желание Человек Еще Какие Есть Вопросы Да Мне Вот Интересно Вот Что Пример Нужно Было Быть Девяностых Тысячных Ну И Сейчас При Смене Этого Менеджмента Ну Вы же Так Понимаю Либертарианец Какие Вот Эти Функции Ну Либертарианство Либеральная Экономика Можно Было Применить На Белоруссии Вообще Я Не Либертарианец Я Скорее Либерал Классический По Поводу Функции Реформы Здесь Можно Делать Огромные Колоссальные Я Кстати Хочу Привести Пример Реформ Сейчас Скажу Фамилию Одного Интересного Человека Из Киевской Губернии Он Родился В Российской Империи И Точнее В 1921 Году Он Сам Работал На Мельнице У Его Отца Сбежал На Запад Там Начал Мыть Машины И так Далее Но Ему Очень Нравилась Экономика Он Поступил В Америке В Колумбийский Университет На Экономику Сельского Хозяйства Так Как Он Был Из Российской Империи По Окончанию Университета У него Было Уже Несколько Статей И Он Написал Работу О Проблемах Сельского Хозяйства В Российской Империи И Советском Союзе То есть Он Уже Немного Слышал Про Коллективизацию И так Далее Он Знал О том Как Большевики Обманули Людей И так Далее Так Вот В чем Дело Из-за Того Что Он Знал Вот Эти Вот Проблемы Его Назначили Изучать Экономику Сначала В Китае А потом В Азии В Японии И После Войны Его Назначили Одним Из Реформаторов Японской Экономики Он В частности Сделал Следующее Так Как Там Была Аристократия Держала Всю Землю Он Сделал Так Он Всю Землю Передал Из Крестьянам С Интересными Условиями Аристократия Он Дал Облигации 30-летние Которые Будут Оплачивать Крестьяне А крестьяне За это Получают Землю В Собственность В итоге Аристократия Уехала В Города Инвестировала В IT Индустрию А крестьян Начала Развивать Сельское Хозяйство И Увеличивать Таким Образом Этот Сегмент Это Дало То Что Япония Стала Одной Из Богатейших Стран Планеты И Дальше Он уехал На Тайвань Провел Там Такие Же Реформы И Страна Тоже Росла Безумными Темпами Просто Безумными И Буквально Там За пару Десятилетий Тоже Выросла По Уровню Жизни На Очень Высокие Показатели Как Фамилия Сейчас Вот Я ищу Фамилию Долго Открывается Очень Сайт Как Всегда Из-за Монополии На Интернет Байфлай Да Если Было Монополии Открывается Очень Быстро То Есть Вы Видите Только Я Так Просто Недолго Слушал В Как Вы Разрешили Так Сказать Обменные Операции То Есть Только Банковскую Сферу И У нас Все Будет Хорошо Правильно Я Нет Смотрите В Беларуси Куда Не Плюнь Везде Можно Сделать В 100 Раз Лучше Соответственно Где Только Не Сделаешь Лучше Уже Будет Гораздо Чем То Что Есть Сейчас Понимаете Проблема Комплексная Или Точечная Смотрите У нас Проблема С судами Проблема С Собственностью Проблема С Социалкой У нас Проблема С Бюрократией У нас Проблема То есть В любой Из этих Сфер Сделай Улучшение Радикальную Реформу У нас Сразу Уровень Жизни Вырастет В два Раза А если Сделать Везде Улучшение Представляете Как у нас Будет Расти Экономика Я спросил Проблема Проблема Системная Либо Точечная Человек Сказал Системная Жит Человек Проблем Сказал Я не услышал Прошу Прощнее Мне почему-то Об этом Я лично Я сказал Про комплекс Проблем Буквально Минуту Назад Да Я привел Вам пример Реформ Где Именно Это И было Здесь То есть Всю Собственность Вся Собственность Была Передана Населению Можно Фамилию Пожалуйста Ну Сейчас Я вам Скажу Фамилию Подождите Одну Минуту Алексей А вы Знаете Как это Будет Это Видео С Пальчесом Со Светом С этим Романчуком Было Спальщицам Еще Нет Ну Видео Выходит Раз В неделю Где-то Значит Еще Две Недели Ждать Или Неделю Жить Не Упускает Каждый День А вы Что Думаете Поду Это Интервью Которое Было С Романчуком Мне Понравилось Хорошее Видео В принципе Романчук Более-менее Отстоял Свою Честь Ну Как вы Сами Оцениваете Что Важнее Репутация Или Жизнь Семьи Друзей Своя И так Далее Блин Не открывается Страница Вообще Не знаю Что Такое Происходит Быстрый Оптоволокон Интернет Нормально Срывается Да У меня Тоже Оптоволокно Висят Страницы При этом Голос Нормальный Идет Ребята А вы Что можете Про Романчука Сказать Коша Вчера Очень Хорошо Выспались Итак Какие у кого Еще вопросы Будут По сегодняшней Теме Ну Можно Еще поговорить В чем Проблема В чате Я смотрю Там Немного Кто Вот Вас Георгас Да Надо Написать Пусть В чате Задают Вопрос У кого Есть У Меня Есть Вопрос Небольшой Скажите А почему Вот Стоимость Товаров Произведенных В РБ За границей Ниже Чем У нас И Еще Вот Последние Два Года Я Наблюдаю Повышение Цен В Беларуси При этом Стоим Курс Рубля Доллара Достаточно Стабилен Это Экономическое Чудо Нет Нет Это Признаки Рецессии По поводу Стоимости Все Из Сдержки В том числе Налоговые В Беларуси Достаточно Высокие И Поэтому Наценка Будет Ниже В Другой Стране Чем У нас Где Эти Сдержки Соответственно Ниже То есть В этом Как бы Нет Особой Ну Вопрос Особого Более Того Есть Поддержка Экспорта Есть Такая Идея У наших Товарищей Что Если Грабить Своих Людей Но За счет Этот Увеличивать Экспорт То Это Хорошо Для Экономики Естественно Это Так Не Работает Но Неважно Есть Такая Стратегия И Ее Применяется То есть Поддержка Экспорта Ориентированных Отросли То есть Я правильно Понимаю Значит Беларусы Меньше Товара Купят Больше Мы Можем Продать На Экспорт Ну Смотрите Вот у вас Есть Скажем Так Ну У вас Есть Два Яблока Вы Можете Продать Два По Десять Рублей А Можете Сделать Так Ну Двум Человекам Можете Сделать Так Что Один Человек Ваш Раб Вы Продадите Ему За 15 Рублей А Второй Иностранец Гость Ему Продадите За 5 Таким Образом Вы И так И так Получите 20 Рублей Но С Точке Зрения Иностранца Вы Имели Ввиду Макартура Макартура Это Американский Генерал Который Провел Полную Реформу Японского Общества В администрации Макартура Работал Вот этот Вот Экономист Мне Надо Компьютер Перезагрузить Он У меня Завис Короче Поэтому Я могу Сейчас Перезагрузить И Зайти Через Минуту Тогда Ответ Презагрузит Пока Там Узнаю Просто Поговорим И человек Зайдет Скажет И Закончим Стрим Тогда Ну Или Продолжим Разговор Лучше Продолжить Разговор Да 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 Поговорить Пока Минуту Ну И Что Думаете Об Этой Лекции Ну Что Грамотные Вещи Говорит Комплекс Проблем И Их Решение Все Лежит На Поверхности Только Нужно Что-то Делать При этом А не Сидеть Вот Этой Летвин Спрашивал Его О том Какую Он Видит Причину Основную Проблем Всех А Какую Причину Вот Ты Например Видишь То есть Как бы Ты Обозначил Главную Причину Белорусских Экономических Проблем Усы Или Это Или Не Только Усы И К чему Они Прикасаются Как Король Мидас Прикасался Наоборот Ну К тому То есть Его Окружение То есть Усы Окружение И Те Люди Которые Это Окружение Поддерживают То есть Эту Политику В принципе Номенклатура Грубо говоря В принципе Алексей Таки Сказал Точечная По всем Будем Брать Другую Номенклату В каком Питомнике В Грузии Никто В этих Людях Новых Не знал Средний Возраст Там У Чиновников Был Пристоть Один Год Как Бо Они Их Вообще Никто Ничего Не знал Но Они Появились Реско То же Само У Нас Может Быть Они Были Уже Воспитаны И Приведенный Пример В частности Человеком За Японию Я просто Тоже Немножку В курсе Это Полностью Были Аккупационные Американские Войска Которые Полностью В Японии Провели Политику Заменной Конституции На похожую Соединенные Штатов Соответственно Адаптацию Своих Экономических Видений Японской Среди Это Было Просто Внешнее Управление И Любое Точно Так же Как и Поведенный Вами Грузия Это Точно Такое Внешнее Управление Сатем Ну а Что В этом Плохого Ничего Я Просто Запросто Я хочу Так Чтобы Люди Не вызывали Вещи Смех Ну как бы Без То есть Он С самого Начала Говорил Что Нужны Инвестиции То есть Иностранная То есть Это И так Очередно На поверхности Лежит Только Есть Одно Но Для Того Чтобы Были Инвестиции Нужно Принимать Полностью Их Нужно Это Отказ Именно Социально Ориентированные Экономики Вот Вот Эти Усы Как Раз Таки Этого Не Хотят Если Мы Эти Усы Уберем Мы Ж Этого Хотим Мы С Что Они Хотят Мы Уже Чера За счет О чем Проблема Работы С Людьми Я Не Понимаю Тренажа Есть Книги Есть Да Эти Людям Книги И Объясните Вот Такие Каналы Нужно Открывать По Каждому Городу И Объяснять Что Мы Хотим И Все Получится Подготавливать Людей Там Кот Там Человек Зашел Какой Я Вижу Незнакомый Какой То Есть Нужно Подготавливать Ну Так В любом Случе Будет Хуже Любой Человек Пришедший После Лукашенко Ну Это Так Личина Как Или После Любови Смена Власти Труп Труп Ну Любой Человек Пришедший Пост Александр Горич Это Политический Экономический Потому Что Все Что Оставил Хитро Зачесанный Выжимый Но Другого Пути Нету Пожертвовать Вот Только Было Сказано Пожертвовать Собой Ну Вот Вы Готовы Пожертвовать Собой Заниматься Всем Этим Нет Собой Пожертвовать Нет В каком Плане Пожертвовать То Если Мы Сделаем Уберем Президента Оставим Парламент Точнее уберем Этот парламент И Наймем Новый Менеджмент С той же Диаспор К примеру И по всему Миру Умных Людей Умных Беларусов Очень много Почему бы Им не дать Шанс Здесь Поработать Они Думаю Будут Полностью Согласны И сюда Приехать И делать Новую Беларусь Полностью С вами Согласен С помощью Этого Мы Получим От Восточного Соседа Сразу Здесь Свои Войска Сразу А кто Говорит Что мы Не должны Просить К примеру Если Они Это Сделают То есть По факту Помощи У ООН И НАТО И так Далее Серьезно Ребята Ну а что Вы предлагаете Что-то Понять Не могу Спрашиваем Програмотный Пришел Спрашиваем Его Взгляд Как Видится Ситуация Издалека Ситуация Очевидна Нужно Уже Сейчас Думаю Что Будет К примеру Если Все-таки Этих Упырей Убрать Что Делать В итоге Вот Классный Вопрос Кстати У нас Чате Человек Задает Когда Я буду Жить Богато Сначала Ты будешь Жить Бедно Но Если Будешь Работать По той Программе То есть Свободного Рынка И так Далее Тогда Через Некоторое Время Ты Станешь Богатым Сразу Естественно Ты Не Станешь Богатым Это Фак Когда Это Ну Если Реформы Будут Быстрые То Если Все По Пунктам Будет Реализовываться Если Народ Будет Это Требовать После Опять Же Смены Всех Этих Долг Вы Читали Экономические Предложения Зенона Позняка Который Он Еще На Дубая Звучит В прошлом Нет Можете Звучить Нет Они Есть То Что Вы Говорите Давно Уже Прорабатывалось Ничего Нового Ничего Нового Только На Этой Самой Волне Ребята Александр Регорович И стал Позитим Но О В чем Проблема Быть Не Популистами То Мы Не Популисты Мы Сразу Говорим Что Будет Тяжело Это Факт Это Очевидно Нужно Быть Наимным Ребенком Чтобы Этого Не Понимать Да Не Наоборот За Просто Разговор Такой Знаешь Очень Получается Интересно Нужно Делать Это 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 Да Нужно Делать Только Тех И Люди Просто Остались И Они Оказались Тормозом Этих Деланий Можете Сказать Номенклатура Все Просто Важно Жене Просто Не Просто Людям Например Передать Собственность Землю Да Это Прекрасно Важно Чтобы Е Никто Не Отнимал И Не Грабили Людей При Этым Чтобы Не Отнимал Просто В голове Стрельнула У вас Вашу Землю То есть Тут Надо Комплексно Подходить К этим Всем Вопросам Поэтому Вопрос Номер Один Это Вопрос Независимости Суда Чтобы Суд Говорил О том Что Данный Чиновник Отнял Его Собственность В Нарушении Закон Соответственно Законы Тож Должны Быть Не Дегенеративные Чтобы Вы Спокойно Могли Действовать Собственностью Без Шокирующих Новостей О Новых Законах Я Посмотрел Экономист Этого Звали Вольф Ладежинский Можете Почитать Про него Статью Википедии Даже Неплохая Есть Статья Вольф Вольф Ладежинский Вы Как раз Уходили Слышали Не Слышали Просто Мы Как раз И обсуждали Что Например Японии В частности Грузии Тоже Это Пример Внешнего Управления И Приведенный Пример Это Внешнее Управление Соединенных Штатов Вот Именно На Примере Грузии Там Не Было Внешнего Управления Вот На Примере Японии Было Абсолютно Верно Более Того Есть Даже Мнение О том Что Оно Помогло Действительно Помогло Потому Что Там Местная Аристократия Сопротивлялась Реформам Действительно А вот Именно В Грузии Наоборот Дело В том Да Да Серьезно Дело В том Что Грузинские Реформаторы Не Выполняли Рекомендации Международного Валютного Фонда И Не Выполняли Рекомендации Европейского Союза Когда Они Например Европейский Союз Требовал Создания Антимонопольной Службы В Грузии А Бендукидзе Вместе С Саакашвили Отказались Выполнять Это требование И просто Распустили Эту службу У них Там Она была Такая Номинальная Но Они ее Распустили А также Был ряд По другим Показателям Которые Нужно было Делать По рекомендациям Международного Людного Фонда Так называемый Вашингтонский Консенсус Но Грузины Поступали Еще более Радикальней Еще более Радикальней Например Они резко Убрали пошлин На все Там Довели Буквально Несколько Показателей Я вам сказал Они выполняли Американские Рекомендации Причем Здесь Европейские В частности Я не понимаю Нет Так Консультанты Были В Грузии Из МВФ Там Не было Американских Консультантов По экономике По экономике В Грузии Был По экономике В Грузии Был Лафер И Бендукидзе Они Все В общем То Пилили Есть Реформа По Энергосетям Ее проводил Всемирный Банк Конкретно Приезжали Специалисты Всемирного Банка Провели Эту Реформу Они Грузины У них Ее заказали Но Это Тоже Не Американцы Американцы Поддерживали Их В этих Реформах Которые Они Делали Но Международные Организации Которые Непосредственно Там Работали Это Европейский Союз И МВФ Их Рекомендации Не Выполнялись То есть Грузины Делали Все Радикально Вот 5 Человек Спрашивают Все Говорят Нужно Делать Когда Будем Начинать Кто Будет Первым Так Сказать Первой Жертвой Ну Какая Жертва Зачем Жертвовать Кем То Нет 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 Дело В том Что Первая Жертва Будет Ледней Что Еще Раз Извиняюсь Я Горю Первая Жертва Будет И Последний Больше Больше Никого Не Надо Стрелять Я Насколько Понял Человек Жертва Чтоб Народ Поднимался Потому Что Хорошо Давайте Пример Приведу Вот Мы Вот Здесь В интернете Полностью Можем Сеть И Резко Массово Бастовать К примеру Не выйти До дома Перекрывать Улицы Детранзализовано То есть Все Подтянутся И так далее В чем Проблема Бастовать По-разному Не Обязательно Выходить Именно В одну Точку Как Сада Баранов И Стоять Если Можно По-разному Бастовать Собственно Бабря В плане Экономическом Бастовать То есть Не покупать Государственное Против Тех Или Иных Продуктов И так далее То есть Не поддерживайте То Политику Государства В чем Проблема И Объединяться Вы Просто Знаете Один Лишь Только Путь А их Много Я С вами Согласен В этом Опять же Размечает Вчерашний Могоз Вокруг Чего Мы Объединяться Как Вокруг Негативная Поездка Верно Алексей Ну Для Начала Да Надо Заниматься Все Таки Пропагандой Потому Что При Таком Количестве Говорить О Каких То Действиях Это Проблема Одна Нас Мало Нас Очень Мало Очень Много Людей Которые Недовольны Очень Как Мало Мало Тех Кто Говорит В голос А в том Что Нас Не Ну Почему Блогов Нормально Есть Тот же Общество Гомель Нехто И так Далее Там Их Тысяча Просмотров Есть Просмотров Есть Но Людей Здесь же Говорят Мало Ну Они Прибавляются Тоже Видно Отчетливо Скажем Четливо Видно Что Их Не Они Прибавляются Я Только Сам Чтобы Они Прибавлялись Зачем Тогда Проблема Ну Давайте Делать Ну Не Понимаю Так Говорите Что Все Потеряно Да Я Говорю Не Все Потеряно Нужно Просто Не Я Согласен Не Все Посеряно Пока Есть Такие Как Ты Как Наш Товарищи Не Все Посеряно Ну Нас Мало Я Не Знаю Белорусс Почему Говорите По Русски Как Нас Разумели Россия Россиянцы Олежка Спасибо Красивый Язык Ну Да Олежка Спасибо Олег Спасибо Красивый Язык Да Я Сам Из Ваших Ну Господи Извели Ну Мне Очень Нравится Ну Давай Подремливай Да Подремай Ну Все Дом Вот Ну Почему Говорить По-русски Ну Говорить По-белорусски Это Так Красно Олег Мы Услышали Спасибо Тут Видишь Другая Задача Надо Экономику Пока Вы Говорите По-русски Вы Не Победите Это Все Не Победите Это Пытание Так Само Меркова И Учора Два Две Годины Пытались Расплумачить Про Это Держ Держ Экономично Узнаться Говоришь Ну Это Просто Просто Обидно Просто Обидно Когда Люди Разговаривают Самоопределение На Русском Я Понимаю Что Проще Говорить По-русски Нет Наоборот Хорошо Наоборот Хорошо Когда Люди Знают Несколько Языков Я Вообще За То Чтобы И Третий Язык Знали Наизусть Английский Конечно Это Обидно Когда Люди Говорят Про Самоопределение Беларуси На Русском Языке Ничего Обидного Есть Различная Аудитория И Работаем С Хорошо Различная Аудитория Это Я Например Который Гражданин России Проживающий На территории Эстонии Но Я Прекрасно Понимаю Белорусский Украинский Для меня Нет никаких Вопросов Многие Не понимают Я Слушаю Вас С удовольствием Слушаю Но Для Меня Конечно Ну Неприятно Слушать Ну Не Усе Не Усе Маюсь Рацию Так Что Учим Справа Это Их Болезни Я Там Не Володу Значит На Беларусском Лежном Айс Ну Это Понятно Но Ты Давай Старайся Делай Пожалуйста Все Понимаешь Конечно Ты Переходишь На Русский Рыб Потому Теб Проще Ну Игорь Ты Понимаешь Ну И Мне Хочешь Тут Так Лучше Налазить Что Я Тебе Вообще Не Хочу Ничего Сказать Я Просто Хочу Зайти Сюда И Послушать Чисто Беларусь Разуме Зараз Где Стрим На Ютьюб И Обнарковывается Пытание Экономики Беларуси Тебе Есть Пытание По Этому Ну Я Квост У Экономики В Эстонии Да Загниваем Не Все Хорошо Все Хорошо Я Просто Так На Беларусский Язык Сожжение Не Переводят Книги По Экономике По Экономике Не Переводят Да Я В детстве Читал Быкова Василя По Беларусски Нет У Знак Беды И Все Великолепно Это Понятно Что Не Экономика Но Сначала Нужно Начинать С С Художественной Литературы А потом Дальше Подтянется Экономика Химия Математика С чего Нужно Начинать Ребята Мы Начинаем Вычитаем Я Вам Советую Короткие Еще Почитайте Очень Интересно Познаваться В том В том числе Историческое Язык Восстанавливается Очень легко Но начинать Нужно Не с математики Конечно А с кино Пивайте Все фильмы На белорусский язык Они кстати Говорят Классные Вот ты Когда Смотришь Я недавно Смотрел Криминальное Чтиво На белорусском языке Это просто Удовольствие Загубите Загубите Криминальное Чтиво На белорусском языке Просто Просто Шедевр У меня Тады Пытания Комол Для вас Как Вы Башите Белорусскую Мову И Экономику Вось Мы Ведем Автозаправки 100 Так У них Все По-белорусски Потом Гусничка Это До Евроопца Там Так Сам По-белорусски Это Помогает И Мешает Вы Имейте Ввиду Что Был Специальный Закон Директивный Об этом Или Нет Так Я Просто Заходил В эти Организации И Скажу Что Там Нет Ничего Белорусского Не Ты Справа То Что Супрационники Не Размуляют Это Одно Я же У них Все По-белорусски Нет Так Проблема Жени В этом Проблема Если Заставлять Людей Насильно Это Делать По-иншему Ни Я Ну Почему Более Того Что Потребно Заставить Як Как Вы Зараз Мне Отказали Я Пытание Задал По-конституции По-нашей Конституции На-якой Море Задается Пытание То Отказывает По-винутому Так Цене Сейчас Проклад Звернулся До вас Я Кофицийная Особа У нас Тут Даже Вы Мне Оказывается По-россейски Вам Так Звучит Моя Пытание Как Нетиском Вас Примушателем Корыстов Беларусь Молу Не Вас Особисто Маю Налази Налогу Украине По-закону Должны Отвечать На Беларусской По-закону Я Разумел Пусть Я Про Это Я Кажу Як В Беларуссии В Беларуссии Беларусов Заставить Ковы Докористаться Своей Беларусской Молой Ну Помимо Пропаганды Должно Быть Одно Главное Свойство Из-за Которого Люди Вообще Учат Языки Беларусы Беларусскоязычные Беларусскомолны Должны Быть Успешными Людьми И Тогда Люди Будут Перенимать Язык Ну Например Ворнгей Ворнгейминг И У них Ручка Рация На Беларусской Это Поспешные Люди У них Рекламные Ролики Воргейминг Да Но Их Вытолкали Из Беларуси Они Зарегистрированы На Кипре Я Я Зарегистрированы Лишь Штаб Квартеры Их Находится Ну Да Но Фактически Это Такая Компания Ну Она Быстро Стала Транснациональной Разумел Лишь Пытание Осталось Вы Отказали Что Вы Выкористовать Беларусскую Мову Тереба Быть Беларусскомолны Поспехов Я Прием Ну Вот Wargaming Своим Переводом Они Сделали Внесли Свою Лепту Если Беларусов Успешных Будет 10 Миллионов То Всем Будет Интересно Учить Беларусский Язык В Обаче Другие Стрим Подрат Мы Опять Звертаемся До Той Змол Что Треба Учить Беларусскую Мову Тому Я Сказал Кошу Что Это Один Что Обредна Усих Беларусов Так И Вначале Хлопцы Не Хотят В Это Лет Одно Доброе Дя Кошу У Ребята Это Просто Воспоминание Из Детства Когда Вот Была Катастрофа В Чернобыле К нам В школу Привезли Детей Из Города Брагин Брагин Вот Брагин Это по-моему Где-то На самом юге Да? Белорусс Чернобыль Не Брагин Так Угомельская В области Почему Брагин Это белорусский Ну Угомельская В области Украинский Угомельская В области Угомельская Белорусс И все Эти Ребята Не понимали По-русски Вообще Ни слова Они говорили Только По-белорусски И Я лечили Здесь После После Вот Того Как ребята Приезли Уже Поехал Белорусс Я не Встретил Ни одного Человека Который Верил По-белорусски Ни одного К сожалению И вот Я вспоминал Тех ребят Тех Школьников Которых К нам Привезли Я удивлялся Как такое Может быть Как бы Я сейчас смотрю Белсад ТВ Смотрю Люди говорят По-белорусски Люди Учат Белорусский Язык Им Просто Хвала Просто Хвала Молодцы И журналисты И люди Которые Работают С этими Людьми Учите Отделяйтесь Не то что Отделяйтесь А будьте Различными От Российского Общества Языком Культурой Это прекрасно Ну что Тогда На этой ноте Можно Стрим Закончить И продолжить Беседу Просто В чате Отделяйтесь Спасибо Отделяйтесь